Мы давайте продолжим классическую фотографию, и, собственно, сегодня рассмотрим также шифры, подразделения шифров подстановки, или шифров заведения, шифры моноукровидной подстановки. Теперь давайте сегодня рассмотрим шифры, замены, плочные шифры, замены, плочные шифры, простой замены, и поле алкогитные шифры, поле алкогитные шифры. То есть моноукровидные шифры, простейшие шифры, которые мы рассматриваем, это Цезаря, публиграммы замены, шифры Полибия, некоторые другие, они все очень простые, но особенно шифры Цезаря. Шифры Цезаря ламываются полным перебором, ну и, может быть, более быстро частотным анализом, ну а финный шифры ламываются частотным анализом очень легко. Ну и, в общем-то, конечно, эти шифры, которые использовались исторически, в современных условиях у них очень слабые считаются. Их были два пути, по которым эти модоукровидные шифры усложнялись и совершенствовались. Один путь – это изменение и увеличение мощности ключевого пространства, то есть, говорим, не ключевого пространства, а мощности алфавитового. И второй путь – использование на каждом шаре различных подстановок для каждой уровня. Ну, давайте мы рассмотрим больше, 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 чем появится простой замер. И здесь уже у нас будет замена не на каком-то обзывном состоянии, в котором представлены последовательности текстов. А замены, связанные с группами, или N-граммами, то есть, простой замены шифры N-грамм. Ну, и первый такой шифр, который мы хотели бы посмотреть, как шифр флейфера. То есть, шифр флейфера. Ну, будем рассматривать алфавит Z-M. То есть, M у нас будет из 30 букв. Давайте посмотрим. То есть, это русский алфавит. Русский. Где объединены? Ё-тый знак объединён. Объединены, соответственно, где идём. И объединены. И трактор. Ну, это коротко, если вы не хотите, то есть объединение. И тогда у нас получится 30 букв. И, соответственно, секретный ключ. Секретный ключ. Это некоторая запись буколковитов таблиц. Ну, соответственно, у нас будет здесь 5 на 6. Это будет, собственно, таблиц. Так. Ну, давайте я запишу камера. Запись. Крепный ключ. Запись. Алфавита. Таблиц. 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 Хм. Ну, давайте я запишу, в общем-то по порядку. И, может быть, можем воспользовавшись... И так же раньше — воспользуюсь паролем. Ну, например, пароль возьмём, слово, из разных букв. Например, «ключ». «Ключ». А остальные группы записываем в алфавит. А, те, которые здесь не включаются, А, В, 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 Т, Е, Ж, З, И, К, пропускаем, Л, пропускаем, М, Н, О, П, Р, С, Т, У, С, черта, пускаем, Ш, Щ, твердый знак, мягкий, нет, одно и то же, так, подойдите, Ф, С, пропустил я, Ф, У, Ф, С, Ф, С, Т, У, Ф, С, черта, пускаем, Ша, П, С, черта, пускаем, Шадр, а, В, 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 Т, Е, Ж, З, У, Э, Х, Р, Х, С, Ч пропускаем, Ш, С, Мягкий, Т, И, А, Р, И, С, И, И, соответственно, У нас получается запись с ключом. Это есть пароль. Как происходит с шифрованием? Открытый текст. Открытый текст. Х, С, И, В, И, С, Х, С, М разбивается на бигран. Шифрование идет каждый бигран. Отдельно. То есть замена идет бигран. И так далее. Замена бигран. Ну, лучше всего это пояснить на примере. Вот пример. Открытие текста. Ну, давайте возьмем ключи текста. Ну, например, прейфер. То есть текст разбивается на бигран. Открытие текста. И за шифрованием. За шифрованием. За шифрованием. Ищутся в этой таблице, которая является ключом, буквы бигран. П и, соответственно, Л. Эти буквы, если они находятся ни в одной строке, ни в одной столбце, то дальше образуют, так скажем условно, прямоугольник. И буквы Л и П заменяются буквами, которые находятся под диагоналем этого прямоугольника. То есть за шифрованием. Шифр текста. Шифр текста. Соответствует М, М, А. М, А. Дальше Е и И. Значит, здесь В, О. Ну, первое чисто обычно, то, которое первое столбик. В, О. Ф, Е. Ф, Е. Вот они попали в один столбик. Ф, Е. Если попадают буквы один столбик, то заменяется эта пара Е, Ф, Е. Буквами, которые будут на единицу сдвинуты. По столбику. Ну, и, соответственно, сдвинуты в ту сторону, в ту сторону, в которую... В сторону второй буквы. То есть это будет тогда О, Ч. И если здесь буква будет, скажем, Е, Ч, то тогда при сдвиге С, Ч заменяется на букву И. Ну, и Р, А. Р, А. Они опять попадают в прямоугольник. И, соответственно, поменяется на П, В. Вот шифрованный текст. Ну, давайте, может быть, теперь... Ну, расшифровка понятна. Как делается? Аналогично, только процедура наоборот. То есть, правило зашифрования. Правило. Если... ...буклы... ...биграунд... 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 ...и стоят... В одном столбце или в одной строке, или в одной строке. Соответственно, диаграмма шипертекста будет в углах прямоугольника. То диаграмма шипертекста выбирается в углах, стоящих в других углах. В углах прямоугольника. И второе. Если буквы биграммы открытого текста стоят в одной строке или в одном столбце, то биграммы шифрованного текста будут рядом стоящие буквы. То есть будут получены со сбигом и сбигом на единицу. Ну, там, естественно, надо указывать в сторону бига. От такой буквы в такой буквы, от первой и второй. И, соответственно, учитывать, что если биг выходит за рамки таблицы, то берется буква следующая. Если выходит вверх, то берется нижний. Если выходит вправо, то берется вверх. Ну, тут можно, конечно, еще более точно написать. Но я думаю, что понятно, как это делается. И, собственно, шифр рейкера использовался еще в 20 веке в середине. Он был очень популярным. Вот. Здесь действительно и мощность ключевого пространства большая. Но главное то, что здесь фактически замена на алфавите биграмма. Т.е. в шифре рейкера рейкера взамен на алфавите биграмма. На алфавите биграмма. На алфавите биграмма. В шифре рейкера взамен на алфавите биграмма. И мощность, соответственно, мощность алфавит биграмма у нас получается уже значительно больше. В шифре рейкера взамен на алфавите биграмма. При данном алфавите 900. И, соответственно, частоты, которые, чтобы пройдились, надо тексты значительно-значительно длиннее, чем если бы мы рассматривали частоты обычных букв алфавита. Где, в общем-то... Так, это у нас был шифр рейкера. Извиняюсь, а можно вопрос? Да. А как мы восстанавливаем, когда мы из шифра текста восстанавливаем открытый, как мы восстанавливаем порядок букв биграмма? Я просто, может, прослушал. Ну, я на это не концентрировал внимание, поскольку там можно по-разному осуществлять. Ну, если в одной строке стоят, то сдвиг идёт от первой буквы в сторону второй обычаи. Хотя можно и наоборот так говорится. Либо, например, всегда сдвиг делать вниз. Вот. И то же самое, значит, по строкам. Либо сдвиг всегда делать вправо, либо от первой буквы ко второй. Ну, здесь просто уже металли, которые можно в конкретном шифре устанавливать. Ну, то есть... Ну, то есть порядок букв извесит, конечно. И проще всего от первой буквы сбег делать в сторону второй, если они стоят в одном столбце и в одной строке. Ну, то есть, ну, если вы будете многомерить делать, то просто... Шифр тоже. Шифр, беграммный шифр. Шифр активный беграммный постановка. Аптингный беграммный постановка. То есть... Опять же, откликнуть. Он у нас будет развиваться на гигранах. Аптингный беграммный постановка. Х1, Х2, Х3, Х4 и так далее. Итак, гиграмма открытого текста заменяется на соответствующую гиграмму шифров текста Y1, Y2, Y3, Y4 и так далее. При этом секретным ключом служит также секретный ключ. Это два числа АВ. То есть оба находятся в таком интервале, но при этом на А еще накладываются условия. А и, соответственно, M квадрат, они взаимно простые. Ну, также, как и для афибного шифра, моду алфавитного, здесь было АМ взаимно простые. И здесь требуется АМ квадрат. Ну, почему? Потому что, соответственно, дальше массовочисление будет по модулю. Но алфавит, как обычно, мы считаем. ЗПМ у нас от нуля и до М минуси делится. А вот биграммы мы представим в виде последовательности лексикографического порядка. Ну, а именно как вот эта биграмма. Ну, давайте мы на примере биграммы будем... Давайте вот так обозначим биграмма. Биграмма у нас первая будет, это биграмма из X1 и X2. И, например, и первая биграмма. Биграмма, первая шифра текста, у нас будет Y2. И, соответственно, биграммы эти упорядочиваются в лексикографическом порядке следующим образом. То есть, а именно X будет X1, M плюс X2. Вот. А биграммы что может быть? И, соответственно, будут биграть такие M плюс X2. Ну, и тогда у нас и X, и X2. Они будут заключены в таких пределах. То есть, естественно, у нас будет биграмм M2. Ну, и самая маленькая биграмма будет, когда у нас... Это будет котироваться биграмма ХА. Тогда X1 равенную, X2 равенную. В результате и биграмма будет. А самая большая биграмма будет по номеру. Естественно, когда у нас X1 и X2 равняются Y. И здесь Y, и здесь Y, и здесь Y. Ну, и тогда вот вы получите тут M минус единица, да? Я будет на M и плюс M минус единица. Ну, и в результате получится M квадрат плюс единица. То есть, все биграммы в новом квадрате. Это новый квадрат, который тоже у нас упорядочен теперь от 0 до M квадрат минус единица. То есть, все биграммы у нас принимают значения как числа. M квадрат минус единица. Шифрование происходит так же. Так же, как и раньше. То есть... Ну, да. Ну, конечно, теперь оси включенного пространства. Это важная характеристика. Оси включенного пространства, естественно. Теперь у нас будет B. Может у нас принимать любое значение из M квадрат. А A должен быть взаимно просто с M квадратом. Значит, это будет M квадрат. Ну, и помножить на I. Вот, M квадрат. То есть, это, конечно, это будет. Если... Когда у нас моноукавитная биграмма, это моноукавитная афинная замена. Ну, там около тысячи. Несколько меньше тысячи получается. Здесь уже получится число ключей. Вот, полмиллиона. Ну, например, если мы возьмем ту... Тот алфавит, который у вас будет в лабораторике. Там алфавит из тридцати одной буквы. То, соответственно, F от 31 в квадрате у нас будет по правилам, если это простое число, то будет 31 в квадрате минус 31. Ну, а, соответственно, то есть будет это... começем как на 930. Ну, а F квадрат будет... в 961, да? 961. Ну, то есть, мощность ключевого пространства у нас будет... Мощность ключевого пространства 961 помножить на 93, то есть уже почти миллионы. И, конечно, уже уточную перебирать все ключи классической гриппографии просто было невозможно. Ну, хотя этот шифр, опять же, продается, как мы идею потом посмотрим, можно, частоту монархи. Теперь надо будет перебирать не на ключе, а значительно быстрее идёт электронализ. Ну и как здесь происходит зашифрование? Зашифрование. Ну, мы на примере на примере первой биграммы первой биграммы Ну, то есть, ну, х1 у нас, мы знаем, теперь уже будет соответствовать некоторое число, поэтому мы можем применять операцию. и это будет, когда y1 точно так же, как моноалфамидной активной подстановки y плюс b ну, теперь надо это вычислять по модулю m квадрату m квадрат ну, и в результате в результате получаем некоторое число ну, это число надо представить в виде букв в виде последовательности двух букв, то есть в виде биграмм ну, как тут если y получить в виде грамм шифров текста y1 это, конечно, будет 100 целая часть x целая часть y 1 и поделить на m целая часть и поделить ну, а y2 это просто будет равно соответственно y1 по модулю m вот по модулю r ну, или и может так сказать что это будет равно y1 и минус вот это целая часть y1 поделить на текста вот вот ну, и отсюда соответственно шифров текста у нас будет y1 и y2 он тоже правильно таким образом и грамм x1 x2 вот переходит в грамм m1 x2 Это и есть, собственно, установка. Установка вместо одной бедрамы, другая бедрама. Замена установки. Ну, аналогично шифруется также и бедрама X3, X4, X5, X6, ну и так далее. Как приходит расшифрование? Ну, аналогично. Мы решаем просто уравнение. Но теперь, если в моноутропитной афинной постановке это уравнение решалось по модулью m, то здесь надо решать по модулью m-кода. То есть... Расшифрование. Расшифрование. Нам надо из бедрамных... То есть... Получить по бедраме шифровного текста, получить по бедраме Y1, Y2 шифры текста, находим. Находим, соответственно, Y1. То есть номер этой бедрамы в лексикографическом порядке число, которое подвинуется. Это будет Y1m плюс Y2. Ну и дальше решаем это уравнение. А именно, X1, у нас равняться будет Y1m плюс B, X на A-1. По модулю, соответственно, M2. Для этого, собственно, A должно быть взаимно простым с M2, чтобы можно было брать обратно. И однозначно расшифровать. Иначе, однозначно не расшифрубится. Вот. Ну и... И, соответственно, дальше точно так же. Если мы расшифровали и получили номер бедрамы, то отсюда следует, что X1 равняется целой часть X1 поделить на M. Ну а X1 равняется соответственно X1 по модулю M. Ну а остальные бедрамм шифров текста расшифровываются аналогично. Расшифровываются аналогично. То есть это шифры бедраммной архивной заметки. Вот у вас будет лаборатория для ее взлома. Мы, наверное, получили X1 и X2, да? Да, конечно, X1 и X2. X1 и X2, конечно. X1 и X2. Вот. То есть есть два пути улучшения стойкости шифра. А именно увеличение пространства ключей. Увеличение пространства ключей. Второй путь – это увеличение мощности алфавита за метр. Ну понятно, что тут можно этот метод обобщить на любую грамму. Шифр L равен активной установке. Аминной установке. Открытие X1, то есть X1 и X2. X2 и X2 и X2 и X2. X2 и X2 и X2 и X2. Разбивается на L равен. И шифр L равен. И шифр L равен. И шифр L равен. Иник. Он отбивается на L равен. То есть мы в одном алфавите. L – одна L равен. И L плюс 1. И так далее. Иник. Два L равен. Ну и так далее. Иник. 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 Следующие килограммы. И, соответственно, теперь надо нам каждую последовательность взял символу, то есть каждую килограмму представить как некоторое число, чтобы можно было пользоваться простыми преобразованиями числа. Иник. 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 Это значит целый цифр L. то есть x1, это у нас будет, соответственно, число x1 n в степени l минус 1 плюс x2 n в степени l минус 2 ну плюс и так далее, плюс xl минус 1 на n и плюс xl, ну в убывающей степени, понятно ну аналогично y представляем, y1, y, то есть l грамм, m в степени l минус 1 плюс xl минус 2, ну и плюс и так далее, плюс a и теперь у нас будет число, просто число и тогда x1 и y1 у нас будут находиться диапазоны l в степени l минус 1 больше, значит, равняется 0 и они, то есть алфавит у нас в данном случае получится, который, это можно считать одним символом алфавита и алфавит уже у нас будет состоять из m степени l символа, m степени l т.е. его можно было бы записать 0, 1 и так далее, m степени l минус 1 и все эти биграммы, если вы в такой записи их закодировали, они будут в лексикографическом порядке то есть если вы, то есть такой же порядок, как в словарях и здесь, соответственно, если это все будут а, это будет номер 0 а если все будут я, то номер будет, соответственно, m степени l минус 1 ну а дальше, опять же, так же, как и ранее, мы выбираем для зашифрования секретный ключ ну и теперь у нас секретный ключ в любую огромную то есть, вернее, выбираться из очень большого пространства а именно а именно а именно секретный ключ он выбирается у нас секретный ключ, это у нас пара а а b ну и а b у нас теперь будет после уровня 0 меньше или равны m степени l минус 1 ну и, соответственно, соответственно, а также, как и раньше, у нас должно быть взаимно простым все м степени они просто чтобы существовало обратно существо обратно вот ну и мощность ключевого пространства уже у нас будет равна на m степени l и на c вот m степени l то есть уже существенно если мы возьмем не знаю даже там 4 то есть уже будет измеряться уже миллионами, да? или даже ну, посчитайте сами вы видите, как насколько выросло сущее пространство но важно еще следующее что когда такая замена то повторение этих l-грамм будет значительно верно чтобы повторилась одна l-грамма и можно было частотный анализ посчитать надо, чтобы текст был очень огромный вот зашифрование ну, собственно то же самое значит зашифрование то есть грамма 1 y 1 у нас получается a x плюс b может по модулю m степени l m степени l раз шифрование раз шифрование когда у нас задан шифр текст мы, конечно представляем разделаем шифр текст на биграмму то есть ну, и тут тогда, конечно надо еще написать как бы нам то есть мы получим число и нам надо ставить это число в виде бигра я думаю что в виде л-грамма ну, это по аналогии делается то есть фактически это будет представление получение получения символов числа или цифров числа в n разрядной системе числения ну, я думаю не будем сейчас мы на этом останавливаемся просто в схожести и на практике это посмотрим ну, понятно например, как получить если такое представление как получить х1 да, просто мы делим на m л-1 и берем целую часть находим тогда эту сумму делим на m л-2 и берем целую часть находим ну, то есть это стандартные алгоритмы представления числа в другой системе счисления позиционной системе числения в данном случае это все равно, что это число от х1 представлено в позиционной системе счисления с основанием n ну, там совершенно стандартные алгоритмы существуют и разные так что давайте не будем на этом останавливаться это вы тогда можете на практических посмотрите а давайте сразу запишем раз шифрование раз шифрование раз шифрование то есть мы имеем шиферт текст разбиваем его на алгоритм каждой алгоритм мы ставим соответственно некоторое число и это число мы получаем шиферт текст и дальше получаем число которое соответствует л-грамме открытого текста точно так же аналогично получается это будет х1 это будет соответственно у 1 минус б и на а минус первой по н степени л н степени л и аналогично когда мы это число нашли нашли с помощью такой операции по модулю представляем это число в позиционной системе с основанием n и находим значение 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 и можем записать тогда шифрованный текст тоже были последовательности аналогично аналогично основание и расшетрование расшетрование для других L-грамм, или блоков, L-грамм или блоков. И называется блочная простая замена. То есть простая замена, она потому, что каждая L-грамма будет заменяться одним и тем же образом, где бы такая L-грамма не попалась. Если на втором месте присоединяется L-грамма, она придет в такой же шифрованный блок открытия шифрованного лекса, как L-грамм или L-грамм. Давайте перерыв.